МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начну я с эпиграфа моего учителя и выдающегося советского ученого, академика Георгия Ивановича Аплёрова. А вы должны говорить и писать так, чтобы даже академику стало понятно. Это я употребляю в низких смыслах. Во-первых, это не мое обещание говорить так, чтобы это было доступно для широкого круга слушателей. Ну и кроме того, тут еще есть некие подтексты, уже связанные с самим Георгием Николаевичем Флёровым. Кстати, вот если мы сейчас глянем на конец таблицы Менделеева, то вот смотрите, значит, у нас 100 элемент под номером 114, он носит имя Флёровий, он назван как раз в честь Георгия Николаевича Флёрова. Радиация была фактически открыта, ну, буквально случайно, Андрею Беккерелем в 98-м году. Худо-бедно ей начали заниматься по всей Европе. Ну, вот был громадный вклад супругов Кюри, которые сумели выделить из естественного урана продукт его распада ради, который активнее, чем уран, примерно в тысячу раз. Интересно, что вот в России эти исследования тоже были начаты. Они не были как бы централизованы, организованы, но были радиологические лаборатории в Петербурге, в Одессе, в Киеве. Но всё это было, как бы вам сказать... Ну, вот интересно, да, многие из учёных, которые в России этим занимались, такой Клаварат Черевинский, он до этого работал у Резерфорда, многие работали у супругов Кюри, то есть, вообще-то говоря, все корни нашего изучения радиоактивности, они происходят из западноевропейской научной школы. Но вот я должен остановиться отдельно на фигуре действительно великого русского мыслителя, академика Владимира Ивановича Вернацкого. Вернацкий сам не был физиком, но обладал грандиозной совершенно интуицией и грандиозным общенаучным багажом, который позволял ему говорить вещи. Вот смотрите, что Вернацкий сказал в 1922 году. Мы подходим к великому... 1922 год, да, к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться всё им ранее пережитое. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, 1922 год. Такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть. А вот дальше правительская фраза. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить её на использование, на добро, а не на самоуничтожение. Учёные не должны закрывать глаза на возможные последствия научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственны за последствия их открытия. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества. Кстати, вот печальная мысль о том, что вот эта сила, которая открыта, не всегда действует во благо. В нашем советско-российском атомном проекте роль главного конструктора играл выдающий свечёный Юлий Борисович Харитон. Его судьба, в общем, сильно похожа на судьбу Оппенгеймера. У них семьи были примерно одинаковые, музыкальные. Кстати, у Харитона отец пострадал. Он был известным журналистом и жил в Прибалтике, в Риге. И потом, когда пришли сталинские войска, он был уничтожен во время войны. У них много пересекает. И вот Юлия Борисовича его приглашали туда приехать в Америку. Он не смог, он уже был старенький, совсем больной. И вот в конце этого обращения он говорит, чем больше я живу, тем больше я сомневаюсь в том, насколько полезно то, что мы сделали тогда. Ну, в смысле и бомбы, и использование. Что человечество пока ещё до этого не доросло. Ну, значит, я возвращаюсь к Вернадскому. Вернадский, понимая вот все эти вещи, понял, что нужно все эти усилия как-то объединить. И в 1922 году Владимир Иванович Вернадский объединил усилия нескольких, небольших относительно, значит, это был радиевый отдел нашего рентгенорадиологического института, да, ради, который излучал гамма-лучи, его использовали для лечения онкологических заболеваний. Ну, поверхностных. Была такая радиевая комиссия, которая занималась урановыми родниками, и биогеохимическую лабораторию. Вот это всё он вместе сумел объединить и создал радиоинститут. И, к счастью, у него оказался очень талантливый ученик, химик Виталий Григорьевич Хлопин, вот, собственно, его имя носит наш радиоинститут, который в 1920 году, в тяжелейших условиях, сумел вот на этом первом радиоинституте получить первое количество отечественного радио. Это громовое количество, да. Потому что радио использовался, с одной стороны, как препарат медицинский для лечения, ну, и для научных исследований, ну, и, кроме того, он невероятно дорого стоил. Стоил примерно в 10 тысяч раз дороже, чем золото. В 1922 году был основан радиоинститут. Перечислять всех, кто здесь работал, ну, просто вот из тех наиболее замечательных имен здесь работал Пётр Теонидович Капица, тут работал Курчатов, тут работал Флёров. И вот из многочисленного перечня членов-корреспондентов я остановлюсь, пожалуй, на одном. Вот, Георгий Антонович Гамов. Молодой физик-теоретик. В 28 лет он стал членом-корреспондентов Академии наук по рекомендации Владимира Ивановича Вернадского. Был невозвращенцем. Он уехал в командировку и не вернулся. Но он до этого уже создал теорию альфа-распада. Эта теория сильно стимулировала развитие ускорительной техники. Люди поняли, что это потенциальный барьер ядра. В общем, это потом, уже в первые годы после уезда, отъезда в Америку, он создал теорию бета-распада, после теорию горячей Вселенной, а в конце жизни теоретически основа молекулярной биологии. То есть у человека было четыре Нобелевских премии. Я считаю, что, в общем, из российских физиков 20-го века это, наверное, наиболее яркая такая фигура. Институт был комплексным. Поскольку само явление радиоактивности вещь комплексная, то, соответственно, значит, в нем было три отдела. Геохимический отдел во главе с академиком Вернадским, но позже Ферсманом. Химический отдел во главе с академиком Хлопиным. И физический отдел во главе, к сожалению, с рано умершим профессором Львом Владимировичем Мысовским, который много занимался изучением радиоактивности. Не буду тут перечислять. Создал, когда был открыт нейтрон, он создал нейтронные источники, которые использовались во всех исследованиях. Гамов задумал построить ускоритель, который спроектировал Мысовский. Вот это первый в Европе циклотрон радиоинститута. На ней приобрели опыт работы все последующие покорения ядерных физиков, лидеров нашей атомной программы военной. То есть это, так сказать, прародина всех. Ну и, кроме того, его использовали сразу после войны. Он был использован для наработки малых количеств плутония. Дело в том, что плутония – это искусственный элемент, который в природе не существует. Он когда существовал, но он распался. Значит, он получается путем облучения урана нейтронами. Ну и, как оказалось, именно плутоний наиболее подходил для создания атомного оружия. Первые бомбы, и американские, но и наши были созданы на основе плутония. Значит, во время войны, ну а в основном после 1945 года, были развернуты грандиозные работы по созданию советского атомного оружия. Причем, когда это говорят, что это просто так, нет, это не просто так. Если кто-то сейчас, вот как я бывал в музее в Херосиме, в восточном зале висят американские планы. План 1942 года нападения на СССР, атомного, значит, порядка 40 городов. Насколько это было бы реализовано, неизвестно, но после смерти Рузвельта политика американская резко изменилась. И Трумин взял прямой курс на вот такую ядерную конфронтацию. То есть вот это само атомное оружие составалось не от хорошей жизни, потому что действительно была реальная угроза того, что все может кончиться очень печально. Это был грандиозный атомный проект, куда были вовлечены куча организаций. Вот был создан Курчатовский институт, потом создали филиал, соответственно, в Горзамасе-16, это под Горьким, но это называется теперь нынче Всероссийский институт экспериментальной физики, где, собственно, уже сама конструкция бомбовая создавалась. В этой работе участвовали, ну, в общем, десятки институтов Академии наук. Этим занималась, повторяюсь, еще раз, Академия наук. Это дело рук Академии наук. И на этом циклотроне в 1946 году были, да, при этом было понятно, что вот лучше всего бомбу делать на основе плутония. Плутоний нужно извлекать из облученного урана. Американская технология, его извлечение, химическое, радиохимическое, она у нас не действовала, потому что у нас не было реагентов соответствующих. И вот Виталий Григорьевич Хлопин, которого я говорил, в честь которого сейчас назван наш институт, он в кратчайшие сроки путем своего здоровья разработал эту технологию получения плутония из облученного урана. Хлопин очень рано ушел от лучевой болезни. Этот первый радиохимический завод на химкомбинате «Маяк», вот где был получен первый плутоний для советской атомной бомбы. В 49-м году она была взрослана. На «Маяке» в 57-м году на хранилище у них входов просто в силу небрежности охлаждение было ликвидировано. Вот рвануло там, да. И, в общем, этот каштымский след, вот мы много занимались изучением его последствий, очень неприятно. Но там все в совокупности. Дело в том, что там вообще в первые годы после пуска это вот это уже здание, построенное в конце 40-х, а в начале это был просто большой барак. Все делалось страшные спешки, и отходы производства сливались прямо в реку Течи. Поэтому река Течи сейчас довольно сильно загрязнена. Прошло, правда, много времени с тех пор, но это совокупность таких, да. То есть вот эта авария 1957 года на «Маяке», плюс еще вот следы от того, что было в начале работ про азиоактивную. А теперь я вновь возвращаюсь к академику Флёрову. Значит, вот в этом самом радиоинституте в 40-м году под руководством Игоря Васильевича Курчатова совсем еще молодые Георгий Николаевич Флёров, ну и вот мой учитель Константин Антонович Петржак, он был постарше, сумели обнаружить новый вид радиоактивного распада тяжелых ядер, их самопроизвольное спонтанное деление. Почему это получилось? Как только был открыт процесс, вот просто деление, было понятно, что в процессе деления ядро разваливается на два осколка, и с каждого из них еще вылетают нейтроны. Это, значит, возможность самопроизвольной цепной реакции, ну и, соответственно, использование уже в практических целях этого всего. И теория была соответствующая, посчитана Зельдовичем Акаритоном. О делении-то знали очень мало, и вот они решили выяснить, молодые совсем ребята, а может ли создать условия, при которых вот такая самопроизвольная цепная реакция возникнет просто в природном уране? Есть ли такие условия? Ну, для этого нужно было его понимательнее исследовать, в том числе порог деления. Возможности для этого были ограничены. В общем, им пришлось создать некую инициационную камеру, многослойную, как конденсатор, да? Куда они поместили урана, обычного урана, раз примерно в 50-100, больше, чем обычно для этого использовали. Причем интересно, что они уран покупали в фотоателье, тогда уронил нитрат, использовали в качестве... Знаете, такие старые снимки довоенные, коричневые, да, вот верирование, обрабатывали. То есть весь уран находился в фотоателье. Они бегали по фотоателье, вот скупали его. А, значит, а вот лампы для своего усилителя, вот он где-то там виден, этот усилитель, вот эта самая инициационная камера, да? Они покупали на барахолке за свой счет немецкие лампы. То есть вот настолько, так сказать, все это было самопально, в общем, в самом деле. И вот действительно молодые совсем ребята, невероятные вещи, им удалось открыть вот этот новый вид радиоактивного распада. Для урана это очень редкая вещь. Но когда вы начинаете продвигаться в сторону более тяжелых ядер, уже которые синтезированы, это спонтанное деление начинает играть все большую и большую роль. А в конце концов, уже для самых далеких элементов, вот которых я показывал в таблице Менделеева, спонтанное деление является основным видом радиоактивного распада. То есть можно сказать, что вот то, что они открыли, вообще говоря, этот процесс, он в значительной степени определяет облик окружающего нас мира, ограничивая число элементов природы. Ну и там и альфа-распад их ограничивает, но прежде всего спонтанное деление. А теперь вот я перейду к удивительному такому обстоятельству, как рифмуются разные события. Значит, это 86-й год. Чернобыль. Радиоинститут создал там лабораторию гамма-спектрометрии для того, чтобы можно было в образцах самого разного происхождения определять их активность. Ну, мне вот довелось эту лабораторию возглавлять. Причем эта лаборатория обеспечивала потребности всех организаций, работающих в Чернобыле. Ну и поневоле бы была вовлечена в разные вещи, связанные с правительственной комиссией, с ее решениями. Георгий Ингочфлеров прибыл в Чернобыле два раза. Один раз он там был в июле, а потом он приехал туда уже в конце сентября, начале октября и пробыл там с нами. Мы жили прямо наверху, вот тут вот вход в лабораторию нашу, а там на втором этаже у нас были организованы, у нас была и официально другая база, но мы нам предпочитали здесь жить. Пробовал там с нами две недели. Он привез с собой некое средство для защиты органов дыхания от радиоактивности. На основе... Значит, в Дубне начали разрабатывать так называемые ядерные фильтры, трековые мембраны. Берется органическая пленка, простреливается тяжелыми ионами, потом протравливается в химическом растворе, и получаются вот эти дырочки, да, фиксированного размера, зависит от времени травления, ну и заданной плотности диаметры. Это уникальные совершенно фильтры. Значит, он их привез сюда в июле, и мы потом широко их использовали для самых разных задач, смотреть, как распределяется активность в воздухе, в воде. Другие организации их используют. А потом, значит, вот он приехал в октябре, вот он испытывает, да, они придумали некий прибор для защиты органов дыхания, вот он на себе испытывает прибор. Вот его такой Толя Филатенков посыпает очень сильно грязной землей. Ну, прибор оказался невероятно эффективным, но и дорогостоящим, и в условиях Чернобыля малоприменимым, потому что там в основном была проблема не защиты органов дыхания, а больших доз, то есть длинных ног, скажем так, побыстрее убежать. И тут вот я хочу рассказать удивительную историю о роли Флёрова в сооружении вот этого самого будущего саркофага. Вот это фотография развала 4-го блока, это примерно июнь месяц. Вот, значит, у нас, вот это у нас крышка реактора, а это у нас вот так называемые диэритерные этажерки. Всё снесено, конечно, естественно. Вот это центральный зал. К середине сентября над этим центральным залом усилиями строителей нашего героического министерства среднего машиностроения вот была возведена такая сложная конструкция, на неё стали укладывать трубы большого диаметра, чтобы перекрыть вот этот самый центральный зал. Но возникли проблемы, потому что, значит, вся эта конструкция опиралась, в свою очередь, на старые конструкции, которые остались после аварии, в частности, вот на эту юго-восточную вентиляционную шахту. А надёжность её была совершенно такой неопределённой. Её пытались укрепить, лили туда бетон, как-то всё это было очень напряжённо и непонятно. Бетон не попадал, он проливался вниз. Ну и вот так уж получилось, что мы с командой теоретиков из Института атомной энергии сумели тут сказать своё слово. Значит, это книжка моего друга, покойного профессора Рутиняна, «Чернобыль-Фокусиво», это уже пятое, наверное, её издание. Вот он там описывает то, что было в Чернобыле, и как наши знания в области фундаментальной науки оказались востребованными в такой специфической прикладной области. Вот эта конструкция, а потом поверх неё собирались налить слой, ну как биологическую защиту, 20-сантиметровый слой бетона. И уверенности в том, что вся эта конструкция не рухнет вниз, не было. Ну и поэтому нам захотелось понять, собственно говоря, может быть, этих труб нам хватит, чтобы достаточно сильно снизить тот фон, который выходит из развала четвёртого блока. Действительно, нам удалось, я не буду влезать технические детали, нам удалось измерить спектр, то есть понять, вот у вас гамма-излучение, а там гамма-кванты с разной энергией, есть большой, есть маленький. Вот когда у вас излучает просто топливо, там довольно в тот момент была большая энергия, вот 700 КФ. А что вот выходит из этого развала четвёртого блока уже над железом? Вот мы убедились в том, что этот спектр мягкий, ну и величины соответствующие были измерены. Это я просто показываю, потому что сначала у нас было слово саркофаг, саркофаг, а потом, значит, вот в момент приготовления этого документа, это справки в правительственную комиссию, мы заменили, вот видите, вот вытертое слово саркофаг, это первое упоминание слова укрытия. Вот, а теперь я возвращаюсь к академику Флюрова. Георгий Николаевич очень внимательно обсуждал с нами все наши результаты, этих непростых, но и, главное, довольно рискованных экспериментов, ну и, помимо того, он сумел настоять на том, чтобы в срочном порядке вот эта хотя бы часть была закрыта такими свинцовыми конструкциями, металлическими со свинцом, потому что она очень сильно светила, даже больше, чем центральный зал. Это было сделано буквально за несколько дней, и вот это уже снимок последующий, это уже 90-91 год, это центральный зал самого, уже перекрытый, естественно, вот там крышка реактора видна, да, это мы тут в компании несем, некий наш прибор, о котором я потом кратенько расскажу, снимок покажу, а несем мы его по плитам академика Флюрова, видите эти плиты такие, да, они были уложены в 86-м году, и с тех пор активно использовались во всех исследованиях, то есть тут и видеосъемка с них велась, измерение с них велась, если бы не они, то доступ сюда был бы невозможен, вот каким удивительным образом откликнулось открытие, совершенное в радиоинституте в 40-м году, там, да, тут я немножко расскажу про то, что мы делали в Чернобыле уже в последующие годы, в 86-м, завершая 87-м году, было построено вот это сооружение, которое поначалу называлось саркофаг или укрытие, то есть вот этот разрушенный блок, он был закрыт конструкцией вот этого саркофага первого, сейчас там построена арка, новая арка, я потом про это немножко расскажу, столкнулись с тем, что все-таки про то, что там внутри находится, нам мало что известно, да, во-первых, и нам бы хотелось, во-первых, эти сведения о том, что внутри, где находится это ядерное топливо, в каких оно формах находится, дело в том, что в процессе аварии это топливо, оно взаимодействовало с конструкционными материалами, рассекалось потом в виде таких лавовых масс по разным помещениям, вот сколько его там находится, каковы его формы, и представляет ли этот объект вообще серьезный, опасный для окружающей среды, возможно ли какие-то аварийные ситуации, ну и кроме того, для того, чтобы оценить общий радиологический ущерб, неплохо было бы знать, сколько все-таки топлива тут внутри осталось, а сколько вылетело, дело в том, что по всем официальным рассказам, которые были, ну оценкам, докладам нашим в МАГАТЭ 86-го года, вылетело где-то 5% от начальной загрузки этой самой зоны, значит остальное осталось внутри, надо его найти, ну а как это делать, это в общем есть некая проблема, условия очень специфические, во-первых, значит у вас, внутри это грандиозный разрушенный дом, фактически передвижение по нему это спелеология в каких-то смыслах была там, да, потом при этом еще радиационные поля очень большие, да, это значит тысячи рентгенов в чах местами, да, ну и концентрация в воздухе там соответствующих радионуклидов, это сотни тысяч предельно допустимых концентраций. Про исследование проводила группа специалистов, ну вот из нашего радиоинститута, из Института атомной энергии Курчатова, ну и немножко примкнувших к ним киевлян, ну и они были там на подхвате, в общем, там сами киевляне в этом сильно не участвовали. Вот тут такая сильно упрощенная схема вот этого аварийного четвертого блока. Вот у нас эта крышка реактора, с которой свисают технологические каналы, в которых немножко еще осталось топливо. Пустая шахта реактора, мы там побывали, она пустая, там в ней топлива нет, да, и кроме того, значит, это топливо, вот это вот 305-е помещение подреакторное, отделенное от остальных опорной плитой, значит, в нем находятся переплавные и куски и реального топлива, и переплавившегося с конструкционными материалами, а далее вот этот расплав топливный через опорную плиту попадал в помещение пары сбрасных коллекторов, ну и ниже в бассейн барбатёр. Наверное, про него что-то слышали, потому что и в дурацком американском фильме сериале «Черновль» про этот бассейн барбатёр много говорится и говорится так же в нашем российском фильме про героических дайверов, которые залезали в этот бассейн барбатёр, они тогда залезть не могли в никаком случае. Это аварийная система для реактора. Предполагалось, что если происходит паровой взрыв вот в этом 305-ом подреакторном помещении, пар, вот через так называемые пары сбрасные клапаны попадают, тут конденсируются, а потом через систему телескопических труб проходит в бассейн барбатёр, там вода в нём примерно полтора метра на летах, и там тоже конденсируется, у неё доступ полностью закрыт, глухая стена, метровая стена и стальная блокировка, поэтому никакие там дайверы быть не могли в принципе. Что люди сделали, они проникли там в помещение помогательные системы реакторного отделения, открыли некие задвижки для того, чтобы спустить воду, хотя этого делать было уже не нужно. Сейчас мы увидим, что все эти героические усилия и героические сказки, это вот первый этаж бассейна барбатёр, это вот куча так называемой топлива, содержащей массы, которая попала туда, ничего не проплавляя, а вот тем путём, который был показан на предыдущей схеме, вот ровнёхонько через вот этот паро-сбросной клапан и дальше барбатёр на первый этаж. Причём попала туда, когда там ещё была вода, ничего страшного не произошло, если я потом покажу эти продукты взаимодействия воды, топливного расплава с водой, ничего не произошло, хотя вот в силу не очень большой грамотности академика Легасова Валерия Алексеевича, который показан в этом фильме героем, хотя я думаю, что если от кого-то был существенный вред, так это как раз Легасова, ну и увы от моего друга Евгения Павловича Велихова тоже, это люди, которые были очень далеки от реакторной физики, но им хотелось принимать решение. Это вот такая масса вне ядерного топлива, то есть это Уран-3О8, по массе примерно 10, ну 12 процентов, остальное это переплавленные конструкционные материалы, у меня слайда здесь нету, но вот наши геологи, Борис Евгеньевич Бураков, обнаружили в этой массе удивительные новые кристаллы, которые выросли, чернобылит, это высокообогащенный циркон, который, то есть циркон, кислород, уран, но только с большим количеством урана, да, ну и кроме того, еще вот замечательная вещь, которую они сделали, они исследовали мало того, что само топливо, они еще исследовали горячие частицы, то есть частицы, отобранные на разном расстоянии от блока, продукты взаимодействия топлива в начале аварии, ну и показали, что в локальной зоне реактора температура была порядка 3000 градусов, это означает, что в общем, что начальная природа была, увы, ядерной, ну вот тоже такая красивая картиночка, это вот это ядерное топливо, оно же раскаленное, понятно, да, это там 1700, наверное, градусов, вот это такая проплавленная труба, металл проплавленный, а вот эти как раз фрагменты взаимодействия топлива, попавшего в арбатер, пока еще оттуда не была спущена вода, потом, когда воду стали спускать, они просто осели на металлических конструкциях, дело в том, что тут свежий бетон, поэтому это уровень от пола где-то метра полтора, ну вот как раз то есть ничего страшного не было, хотя вот во всех этих сценариях, и, кстати говоря, 300-километровая зона была отселена именно потому, что предполагалось, что топливо проплавит под реакторную плиту, попадет в арбатер, будет грандиозный взрыв, который приведет к катастрофе европейского масштаба, попало, ничего страшного не произошло, ну и, наконец, вот для того, чтобы исследовать эти поля и выяснить источники излучения, в срочном темпе у нас было сконструировано, изготовлено вот такой дистанционно управляемый детектор, вот сам детектор свинцовой обложечки, который сканировал по углам, ну и как вот радар, значит, выяснял там, где, где, еще и спектр при этом снимал, вот такая замечательная штучка у нас была, а, ну, это примеры просто того, как им снимали угловые распределения, но и находили неочевидные источники, то есть, гамма-излучения, понятно, да? Вот тот паросбрасной клапан, вот наверху находится подреакторное помещение, а вот этот паросбрасной клапан с вытекающим из него застывшим ядерным топливом, ну, в момент измерения здесь на поверхности было где-то, значит, но если мне проще говорить не в Греях и Зивертах, а в рентгенах, тут где-то полторы-две тысячи рентгенов в час было, да, ну, и теперь я немножко расскажу про еще то, что нам удалось сделать уже чуть-чуть попозже, в 89-91 году, вот этот самый центральный зал аварийного блока, вот эта крышка реактора со свисающими с нее технологическими каналами, да, вот, все это еще во время 86-м году и последующие годы сверху заливалось с вертолетов, мало того, что там, да, кстати, вот, говорят, засыпка из вертолетов, вы видите, где-нибудь здесь мешки с засыпкой? нету, то есть, в мае 86-го года, для того, чтобы, как бы, так сказать, считалось, вот, приостановить то, что происходит, с вертолетов была произведена массированная засыпка мешками с песком, там и свинец был, и бог тебе знает что. В общем, как вы видите, ни один из таких мешков, хотя их там было высыпано по справке десятки тонн, ни один из таких мешков сюда не попал, просто вертолетчики не попадали в центральный зал, потому что там рядом находится труба вентиляционная, они ее боялись, естественно, они где-то сбрасывали, но это надо рассчитывать там время, сюда не попало ничего, так что эти разговоры засыпки, это так, песня. Было интересно, что же у нас тут осталось, это очень было важно для того, чтобы понять, какова вот ядерная безопасность всего этого, хотя, в принципе, этот еще, к тому же, центральный зал регулярно сверху заливали растворами гадолини, это такой, материал, который очень хорошо поглощает нейтроны, поэтому, ну, вероятность там каких-то ядерных событий, она была, собственно, маленькая, мизерная. Реконструкция того, что вот это, значит, это шахта реактора, вот эта перевернутая верхняя крышка, внутри пусто, внутри топлива нет, и причем удивительно, что все это опирается вот на это такое, на плиту, а это плита с верхнего перекрытия, то есть, похоже, что в момент этого взрыва эту крышку верхнюю вынесла наверх, пробила крышу, потом она вертикально упала вниз, а до этого туда попала в эту конструкцию, другого быть не может. О природе этого взрыва я потом могу, если кого-то интересует, рассказать, есть всякие воззрения. Вот мы придумали такой аппаратик для изучения, это и детекторы, и телевизионная камера, ну, чтобы совместить изображение телевизионное и гамма-сканирование, да, вот до этого там мы ровно этот прибор тащим, вот он же. просто там, где он мог ехать, он и ехал, ну, а тут вот в таком завале понятно, что, в общем, робототехника, да, была не на таком уровне. А, ну, вот, кстати, это вот это, ваш покорный слуга, это мой покойный друг, как раз вот мы налаживаем эту штучку. Ну, если интересно, а, ну, вот это вот более хороший снимок, этот центральный зал, вот эта самая схема, нам удалось оценить количество ядерного топлива, которое сохранилось в этих каналах схемы Е, это порядка там 30-40 тонн, но общая загрузка 200 тонн, поэтому это, в общем, только некая часть. Ну, а если вот интересно, то, это как, как это выглядело в натуре? По-моему, вот это я. Что? Ну, конечно. Нет, ну, для нас построили, ну, это не мы строили вот эти мазки все эти, да. Тут, поля-то, вот тут не очень большие, тут, ну, рентгены какие-то в час. Причем, замечу, что это не лаборанты отнюдь, да. Тут два доктора наук, два кандидата. Так что вообще. Потому что привлекать к таким работам пособный персонал, это просто антигуманно, понятно, да. Уж, коли ты это дело задумал, ты давай, давай, дай сам туда и лезь. Что? Это работы по машинам? Да, 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 ну, это я пытаюсь упасть. ну, вот она. ну, ну, Так, вопросы какие-нибудь? Почему считали, что если туда все просечет, то это организм? Нет. Считали это потому, что у вас реактор работает, он все время охлаждается. Как только вы снимаете охлаждение, все начинает, там громадное выделение энергии, все начинает плавиться. То есть понимали, что топливо, поскольку охлаждения нет, топливо расплавилось. А вот дальше начиналась некомпетентность и Легасова, и Велихова. Которые считали, что это топливо должно проплавить эту фундаментную плиту. Расплавленное топливо, радиоактивное сильно попадет в воду, и будет взрыв, конечно, естественно. Объем-то ограниченный. Вот из-за этого, собственно, отселились 30-ти метровые зоны, боясь того, что вот этот взрыв произойдет. Ну и говоришь, угроза для Европы там. А следующим шагом было, что они считали, что мало того, что это попадет в барбатер, это еще попадет ниже. И поэтому, значит, и попадет в источнике водоснабжения, и поэтому там строили в строчном темпе в кино, в шахтерах, охлаждаемую плиту ловушку. Это дело рук целиком. Вот, извините, мои друзья, они посчитали все это. Евгений Павлович Велихов и его команды. Ну, произошло другое. Дело в том, что когда у вас есть такое сложное событие, просчитать все сценарии его развития, ну, очень трудно. Вот это просто видно не только на примере Чернобыля, Фукусима. Бредовая вещь – взорвать 4 реактора сразу. Когда ты начинаешь смотреть, вроде бы на каждом шаге действия осознанные логические, но когда ты всю цепочку событий строишь, ты видишь, что это безумие полное какое-то. Так и здесь. Здесь вот рвануло, никто к этому готов не был, система не была готова. Начали врать в печати, начали врать населению, естественно, и за границу врать. Вместе с тем страхи были огромадные, что вот у вас будет взрыв вот этот в бассейне барбатеры с водой, что топливо попадет в грунтовые воды и вообще заразит всю Украину. И вот эти страхи были, возникли в силу некомпетентности людей, которые эти, они обладали властью, вы понимаете, да? Ну и заодно, кстати, в этом американском сериале «Чернобыль» Валерий Алексеевич Легасов представлен как такой герой, борец с системой. Ну вот это ничего, все это врать чистые, потому что его папочка был завсектором ЦК и ближайшим другом Суслова, а потом сам Легасов был ставленником Егора Кузьмича Легачева, и кто перед кем стоял на вытяжке, при мне там, не Щербина, представительство правительственника, а Щербина стоял на вытяжке перед Легасовым. Так что, а в кино это такой борец за справедливость, какие-то архивы прячет, он знает какие-то роковые тайны, которые никто не знает. Вот, ну что поделаешь. У вас же всегда, действительность, она противоречива. В самом деле, противоречие – это критерий истины, да? Это такая была замечательная французская женщина-философа, она сказала, нет противоречия только воображаемому. Когда вы строите воображаемую конструкцию, у вас, естественно, там, да, все это как-то логически выстраивается. В самом деле у вас все, в реальности все друг друг противоречит, да? И это может не состыковываться долгое время. Вот, а когда вы начинаете строить некие модели, там, да, вот, не очень даже разбираюсь в деталях, вот, значит, топливо попадет в этот барбатер, вот героически эти в скафандрах туда подпускаются, якобы эти ребята, мои знакомые, которые до сих пор живы, нет, трое, один из них помер, да, для которых их сделали героями Украины, для них полная неожиданность. Они ничего мне не сделали, ну, спустились, выпустили воду там, сбоку там, да. Ну, вот в кино это так красиво, да. Но для этих шахтеров это очень интересно. Нет, шахтеры были, шахтеры были, которые строили туннель, вот, значит, там, как, значит, как бы есть два такие героические момента. Это первое, эти дайверы, которые спускают воду из бассейна барбатеров, которые они попасть никак не могли. Ребята, которые одевали якобы там эти костюмы какие-то, да ничего это не было. Вот. И спускают, выпадая в барбатер, пускают воду. Они в него попасть не могли. Они сбоку открыли задвижку. И второе, это вот эти метростроевцы, которые строили этот туннель. Как выяснилось, зря. Нет, он был, он, в него вход был еще, по-моему, в 87-м году, а потом просто забросили. Ну, ненужным он оказался. Это называется, у страха глаза великие. У страха... Предполагалось. Нет, предполагалось, что вот это топливо, расплавленное, мало того, что попадет в барбатер, оно проплавит еще фундамент самой станции и попадет в грунт и грунтовые воды. И заразит уже тогда громадные территории. Ну, вот этого не произошло ничего. Они рыли, это же называлось охлаждаемая плита, ловушка. То есть, значит, не просто туннель рыли, а там была система с жидким азотом, которая охлаждала все это дело, да. Охлаждаемая плита, вот она оказалась ненужной. Ну, что-то делать. Ну, вот так. А давайте я во второй части про это поподробнее поговорю. Это интересно, на самом деле, такая. Да, конечно. А по итогу, этот плитатор с жидким азотом, она заработала со своей системой или нет? Что? Жидкий азот они так и пустили или нет? Так они его пустили, но он был ненужен. А когда они это поняли? Думаю, что, значит, эту систему завершили в конце июня строить. Думаю, тут же и поняли. Что? Понимаете, если вы подобьете все бабки, то выясните, что трагедия стала не авария, а работа по ее ликвидации. Туда было и срачено столько денег, и было столько глупости. Понимаете, все гнали, вот на моих же глазах все это было. Вот знаете, фильм есть такой, там, солдаты выскакивают на крышу, там, значит, топливо сбрасывают. Зачем? Нет, ну про фильм я вообще не говорю. Нет, это документальные кадры, это не американский сериал. Это известные документальные кадры. Значит, вот эти там солдатики, такой был там у них дурак генерал Тараканов. Вот нужно... Они там рассчитывали время, сколько... Этого не нужно было. Нужно было подождать месяц. Я из-за этого ругался с ними совсем, два месяца. Это же активное все. Через два месяца активность бы упала в пять раз. Вот подождите вы, не торопитесь отрапортовать. Понимаете, они же там все эти военные, они были... А то есть они предполагали, что если вот это срочно не ликвидировать, то война... Да им хотелось просто отрапортовать. Нет, ну это другое, мы не про военные. Нет, у них была... Нет. Сильнее авария, поэтому... Нет, 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 у них был план, значит, вот они должны все очистить там 7 ноября и пустить станцию. Вот к этому... Ну, конечно. Ну вот, а сейчас я коснусь, наверное, вещи, которые больше интересуют всех, это то, что можно назвать условно-радиоэкологическими последствиями Чернобыльской аварии. Значит, ну и в наших СМИ, и в обществе возникла легенда о, значит, так, там десятках тысяч погибших от Чернобыльской аварии, облученных. В результате этой легенды раздутой СМИ, ну и многими прогрессивными мыслителями, были приняты законы некие, наши чернобыльские, по которым громадные территории были объявлены зоной бедствия. Это не только вот Брянская, но и Калужская, Тульская, там Орловская, много где, где просто плотность попадений превышала по Цезию, там, 1-3 тюрина квадратный километр. Значит, что же в самом деле здесь реально получается? То есть получается так, что с точки зрения мирового научного сообщества радикально отличается от того, что сложилось в человеческих головах. В чем здесь проблема? Дело в том, что основная, так сказать, парадигма радиологии, то есть науки о воздействии радиации на организм человека, ну и животных, это так называемая линейная гипотеза. Значит, мы знаем, как действует радиация в больших количествах, скажем, порядка там, ну, 100 Бр или там одного зиверта. Это острая лучевая болезнь. Что происходит с организмами при небольших уровнях, мы не знаем. И это очень трудно экспериментально выяснить. Считается, что при уровнях небольших работают так называемые стахастические эффекты. То есть это эффекты, которые работают не сразу, но приводят к заболеванию, там, еще к чему-то такому, да. И поэтому все последствия просчитывают, значит, вот у вас, представляете, есть зависимость, эффект влияния на здоровье и полученная доза. Мы знаем, что у нас при больших дозах реально происходит лучевая болезнь. При малых дозах мы не знаем, что происходит. Но мы считаем, что зависимость линейная. Мы считаем ущерб для здоровья, исходя из этой линейной зависимости. Что она не учитывает? Конечно, она не учитывает репарационные возможности организма. То есть организм при относительно небольших уровнях радиации справляется с ними. Более того, это уже выяснилось после Чернобыля, удивительное обстоятельство. В 90-е годы, в конце 80-х годов на Тайване в переплавку случайно попали два очень мощных источника излучения. Из этих металлов, которые получились, построили железобетонные конструкции. И в них жило порядка 10 тысяч человек, которые получали дозы облучения от тысячи до 10 тысяч раз выше нормы. В течение 20 лет. Это обстоятельство скрылось, эти дома расселили, и эту группу населения, порядка 15 тысяч человек, подвергнули всестороннему анализу. И что выяснилось? Выяснилось, что для этой группы, получавшей, в общем, небольшие дозы облучения, вероятность онкологических заболеваний составляет 3% от населения Тайваня. Повторяю, значит, то есть у них вероятность заболеть раком оказалась в 30 раз, грубо говоря, меньше, чем у остальных жителей Тайваня. То есть получалось так, что небольшие дозы радиации, да, они, наоборот, действуют вот таким удивительным, стимулирующим образом. Но, тем не менее, все международные нормативные документы, они основаны вот на этой линейной, когда мы высчитываем, начинают высчитывать, вот у нас есть такое-то облучение, сколько у нас людей заболеет, там, да, через, ну, не сейчас, там, через 20 лет. Вот по этой линейной модели получается, что много. Тем не менее, вот мы видим, что вот на конкретном случае, вот он сейчас широко обсуждается, там, в этой международной радиологической общественности, что это похоже, что не так. Значит, что с самим Чернобылем? Значит, с самим Чернобылем, я не говорю про группу тех, кто пожарников и, значит, и работников станции, которые получили большие дозы прямо, ну, в ближайшие дни после аварии. И, кстати, уже заодно, я сейчас расскажу, про пожарников. Пожарники, которые нам, как показаны, невероятными героями, приехали туда, увидели полыхающее что-то такое на крыше, полыхало, в самом деле, какого пожара там не было, это просто у вас было мощнейшее излучение из скрытого реактора, которое вызывало свечение воздуха. Поэтому, значит, они приехали, залезли на крышу, поболтались там два часа, что-то поливали, там гореть, там было нечем, там пожара не было. Но они залезли туда вопреки всем правилам, без средств защиты органов дыхания. То есть, если говорить не про легенду красивую в кино, а про реальность, это просто вот этот их командир, я забыл его фамилию, его сначала хотели судить, а потом решили, что надо из него устроить героя. Из него сделали героя. Телятников, да, вот его фамилия. И еще есть группа довольно большая, ну вот, к которой я отношусь к так называемых ликвидаторов, участников работ по ликвидации в последствии аварии. Наш медико-биосанитарный регистр, который он учитывает более-менее всех, по этой группе можно сказать, что да, увеличена смертность, но смертность увеличена за счет сердечно-сосудистых заболеваний. Заболевания не связаны ни с кровью, ни с органами внутренней. В основном сердечно-сосудистые. Я думаю, что это прежде всего психосоматика. Туда попала невероятная, вот мы все-таки попали профессионалом, и всю жизнь работали с радиоактивностью, и до Чернобыля, поэтому знали. А человек, попадающий, какой-нибудь там солдат, который вообще ничего не знает, но ему говорят, что это страшно опасно, у него потом начинает натуральная психосоматика, он начинает страдать, болеть. У нас есть в Петербурге всероссийский центр, теперь он называется экстренной радиационной медицины. Когда-то он был создан для чернобыльцев, его такой, Леша Никифоров, мой друг, создавал и возглавлял. Вот там первые годы после аварии туда за всей России ликвидаторы переезжали. И вот, ну и я там, меня там поднимали на ноги, и, значит, вот я не знаю, человек, наверное, 40, я сумел от этого синдрома избавить, потому что мы создали базу данных по радиационной обстановке, большую, только не только мы, а там куча организаций. И поэтому, ну, примерно, зная, где человек находился, время его там работы, ты как-то дозу его можешь реконструировать. Ну и вот человек тебе рассказывает, ты начинаешь прикидывать, ну, ну, пять Берон получил, десять. Ну, это вообще, это плюнулся, пошел. Вот, да, так я не умираю. То есть, вот психосоматики очень было много. Теперь, значит, что с населением? С населением было, значит, организовано массовое обследование прежде всего на предмет рака щитовидной железы. Дело в том, что шло радиоактивное облако, были дожди, такими пятнами выпадал радиоактивный цезий, он попадал в траву, коровы ели траву, значит, ну, детишки пили это молоко. В общем, там было обнаружено, значит, ну, в чем дело? Дело в том, что это место вообще неблагополучное по зубу, там не хватает йода в питьевой воде. Поэтому, как выяснилось, у них, ну, то есть, рак щитовидной железы образовался, образовывался вне зависимости от Чернобыля. В общем, там 400 случаев было таких зарегистрировано. Массовое обследование населения впервые проведено за, ну, впервые, за историю наблюдений. До этого никто их не наблюдал, естественно, да? Вот из этих решили, что условно из 400 обнаруженных раков щитовидной железы, 400, не 4000, 400, да? Половина относится к области, пускай это следствие Чернобыля. К счастью, рак щитовидной железы не дает метастаза. Вот на все эти 400 приоперированных один смертный случай. Значит, вот зафиксированный случай смерти от Чернобыля, вот один. Значит, теперь, что было с Европой? С Европой, в принципе, для того, чтобы просчитать последствия аварии, нужно, значит, посмотреть то повышение радиации, которое здесь произошло, и пересчитать на дозу, которую человек получит за ближайший год, два, три, если он остается в этих условиях. Вот. Тогда до этого руки не дошли, и стали принимать некие критерии, законы, соответствующие наши сначала союзные, потом российские, на основе загрязнения территории Цезием в 137-м, там, да, там норма там от 1 до 5 кюрии, с 5 до 15, после 15 обязательно отселение, при этом не учитывая, что, не учитывали, что, в самом деле, вот за счет естественного природного фона, в котором мы все живем, мы живем в условиях очень приличного космического фона, это составляет, в общем, какие-то, ну, 10% от того, что мы получаем и так уже, живя обычной жизнью. Вот, ну, вот тут прямо есть цитаты из рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, для сравнения высокая доза радиации, которую получает пациент в результате КТ, компьютерной томографии всего тела, она примерно равна тому, что получено вот за 20 лет, за 30 жителями загрязненных территорий. у нас дело доходило до анекдота, это рассказывали мне мои коллеги из института традиционной гигиены, значит, вот 15 кюри на километр загрязнения по Цезию, это как бы ты можешь оставаться здесь жить, а можешь отселяться, и тебе на это отселение дают деньги приличные. Народ отселялся, получал деньги и возвращался в свой же дом. Это массовое было явление, это не единичные случаи. Целые деревни вот так, получив компенсацию, обратно возвращались, потому что они видели, что ничего не происходит страшного такого. Так, теперь, значит, о генетических последствиях. Есть ли они эти генетические последствия? Значит, пока никаких генетических, вот вся эта мировая радиология и биология, никаких генетических последствий от воздействия радиации, она пока не наблюдала. Поэтому все эти разговоры о том, что вот там что-то такое изменится, там дети не такие рождаются, там с двумя ногами, там с тремя головами. В самой 30-километровой зоне там все нормально совершенно, там разве... Просто там начальник научного отдела такой, Вишневский, это мои товарищи, на Украине сейчас. Там лошади проживали, медведи появились уже. То есть, в центре Европы оказалась зона 30-30-60 километров, куда людей не пускают. Там природа начала оживать. Появились медведи, волки, это тут такое сложнейшее. Туда завезли лошадей проживали, значит, лошади там начинают множиться. Самая единственная такая была неприятность крупная, это пожары большие. Большие пожары, когда куски леса выгорали, ну и живность там пропадала. Вот все. Вот. Ну и, кстати, вот эти были дурацкие совершенно истории, когда наши войска заняли эту Чернобыльскую зону, там рыли некие окопы, и якобы эти солдаты, которые рыли окопы, там облучились. Это, конечно, полная ерунда, полная чушь, потому что, но этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. в этом рыжем лесу, который захоронили, там-то и сразу в 1946 году там было, ну, 100 килограмм топлива на квадратный километр. К нашим дням это все уже, в общем, про это можно было забыть. Хотя украинцы очень любили такие разговоры, что вот солдаты рыли окопы в рыжем лесу, облучились, их возили в Минск лечиться там. Понимаете, в самом деле, вот такие апокрифы, они рождаются очень охотно и распространяются людьми, люди начинают в них верить, ну вот, ну что поделаешь. Нет, у них, значит, что у них конкретно наблюдается, это совсем уже рядом с четвертым блоком, вблизи, там, где были реально большие плотности выпадений, там, в неких биологических цепочках что-то пропало. Но мутаций никаких нет, вот нет мутаций. Там могли быть, как бы так сказать, вот у них есть, называется, лес чудес, вот я жалею, что этот фильм не прихватил. Это недалеко сравнительно от станции, молодые посадки сосен елочек до аварийной, потом, значит, вот случилась авария, там было массированное выпадение горячих частиц, частиц топлива. И это топливо светило снизу на эти деревья, поэтому, значит, снизу ствол голый, а наверху, как у пальмы такие ветви раскрывшиеся, и вот иголки вот такой длинный. Но это не на уровне генома, это просто, ну, вот соматическое нарушение. То есть, вот таких соматических нарушений из-за отчетов есть, но генетических нарушений нет. Никаких мутаций. Это, конечно, интересно в фильме показывают, там мутанты бегают, там какие-то дикие животные. Нет, ничего этого нет. В общем, там пока это благословенное место. Кончатся все эти события, надо будет поехать посмотреть. А сам город Припять выглядит совершенно жутко. Это был прекрасный город, который построили для нороводников станции. Потом его бросили, сейчас этот вот город постепенно зарастает лесом. Причем такие современные дома. Вот этот вопрос, понимаете, там дело в чем было? У вас, когда произошел вот этот выброс первый, к счастью, дул ветер таким образом, что вот эта струя прошла чуть-чуть южнее, чем Припять. Вот если бы на Припять прошла струя, мало бы не показалось, конечно. Но она прошла чуть-чуть по садоводствам. Там где-то, я расскажу, лес чудес. Но это было политическое решение, в самом деле. Там же были попытки его очистить. Массированные мероприятия, это были нагнаны химвойска, они все это мыли, называлось это СФ-2У, специальный, секретный порошок, в самом деле, порошок Лотос в гражданском изводе. Ну, заливали клеем, да, заливали вот этот рыжий лес этим клеем, для того, чтобы удержать рыжий. Понимаете, это все делалось, как-то, вот мы строим себе в голове модель, ой, будет подниматься пыль. Значит, вот в первом счете сталкиваешься в Чернобыле, это, значит, ну, вот не знаю, как это, в 86-м году ты начинаешь кашлять все время. Ну, просто потому, что все вокруг залито самой разной химией, для удержания пыли. Там пахнет какими-то горелыми подошвами резиновыми, там пахнет этим ПВА. То есть, вот ты сидишь, живешь в атмосфере, да. Ну, и уже заодно, кстати, там про героическую Аллу Борисовну Пугачеву, которая, значит, извините, в Чернобыле не была, она приехала, на моей памяти, это было в середине сентября, вот я моим ребятам дал автобус, они съездили на ее концерт, она выступала в Зеленом Мысу, это в стороне, в 30 километрах от Зеленого Мыса. Уехала в Москву, и у нее кто-то из ее оркестрика заболел, причем онкология, но это не связано с поездкой в Чернобыль, просто. И тут Алла Борисовна применила все, так сказать, орудия тяжелого калибра, в общем, Алла Борисовна Пугачева у нас, инвалид в Чернобыле. Пить меньше нужно, перед концертом и после, да. Да ничего, да нет, значит, голоса, нет, она же не одна была, там много кто поступал, действительно, жаловался, вот Юра Ткачук, действительно, на него голос подсел, но вот именно нет, и не из радиации. Да нет, нет, поймите, еще отделить психосоматику от реального эффекта очень трудно. У меня вот есть коллега в Курчатовском институте, замечательный, совершенно ученый, у него на психосоматической почве астма, вот мы с ним, нам дают машину, мы едем из Киева, доезжаем до зоны, переезжаем, это КП детятки, у него начинается приступаться. Я, говорит, головой-то понимаю, что все это быть не может там, да, ну вот не может так вот резко все, вот пока он в зоне, он не приезжает, уезжает, вот все, переехали, все, у него все пропало. Это психосоматика такая, да. Так что, и, кстати говоря, пенсия Алла Борисовна очень приличная. Значит, дело в том, что тогда, значит, вам компенсацию, ущерба, вреда, здоровье считали, исходя из дохода, полученного за месяц работы в Чернобыле. Если ты там был один день, то этот день считалось, что все остальные не такие же. Значит, ну вот я там получал, по-моему, три тысячи рублей в месяц. Алла Борисовна получила три тысячи рублей за один день. А посчитали при установлении пенсии, что она получала по три тысячи рублей в день, в течение тридцати дней. У нее пенсия, это десятки тысяч долларов, сейчас, до сих пор, которые она получает. Причем, то давление, которое было организовано Леонида Андреевича Ильина, директора Института биофизики и Академии, моего тезку полного, она совершенно беспрецедентная была. Истерики там. Ну вот, про переселение я не говорю, мы уже поговорили немножко, переселение было действительно организовано хаотически, ну, в общем, не так уж плохо. Теперь, значит, якобы пострадали природа и окружающая среда. Но вот поскольку природа и окружающая среда, они все-таки более простые конструкции, чем человек, то уж коли мы не сильно пострадали, то, конечно, природа там, в общем, пребывает вполне благополучно. Я уже про нее говорил. Природа сейчас там процветает. И сейчас единственное, что их серьезно начинают заботить, вот, значит, до начала этой спецвоенной операции, Зеленский решил устроить из зоны такой мировую, мировую, такую, как бы, туристическую. Вот они против этого радикально возражали. Ну, как бы источник дохода такой, да. Это нарушит тут же равновесие экологическое, потому что массовый поток туристов, понятно, он тут же, ты его не организуешь так, чтобы это не влиять на окружающую среду. Заодно байку расскажу про, где-то, наверное, году в 89-м году туда приехал такой замечательный француз, Жак Пелеренов, главный радиолог Франции, ну, то есть специалист по воздействию радиации на организмы. Пожилой дядька, ему тогда уже было под 70, героически он во всех испытаниях французского атомного оружия участвовал, вот ему было разрешено, вот мы с ним ходили на четвертый блок по всем этим местам, очень хороший дядька. Он сильно впечатлился, а он был личным другом тогдашнего президента Франции. Митрам, по-моему, да, был. И он, приехав во Францию, вышиб из него разовую материальную помощь, 40 миллионов долларов. Значит, но поскольку Жак, он ехал через Киев, его там хорошо принимали, туда и обратно, он и деньги через Киев направил. В результате в Киеве возникла масса малых предприятий с машинами. А самое смешное, что он еще прислал туда 500 таких костюмов, замечательных таких, которые, ну, часто это уже есть, которые как бы односторонние, то есть они, так сказать, дают дышать, но внутренне пропускают, красного цвета. Они очень хороши для рыбалки. В результате до блока дошло из 500 три штуки. Да, теперь, значит, вот миф по поводу того, что у нас какие-то нормы очень высокие. Это неправильно совершенно. Вот тут приведен пример, очень яркий такой, да. У нас в детском норме по Цезию это 100 беккерейль на литр, а в Норвегии 370, то есть почти в 4 раза выше. Все нормы, они опять-таки основываются на вот этой упомянутой вначале линейной модели, да. Вообще-то, говоря, они с научной точки зрения никак не основаны. Просто есть всемирная организация при ООН, которая занимается этими вопросами, а там сидят чиновники, которые, ну, понятно, некая такая нормативная документа выпускают. Не очень научно обоснованные. Ну, теперь, значит, по поводу аварий. Аварий было, в самом деле, очень много. Вот тут упоминается 3 Майл, но до этого были, была очень большая авария в Англии на их атомном предприятии Виндскейл. Причем сейчас там у них возникает паника, потому что, в отличие от Чернобыля, он ничем не защищен. Вот это то место, куда было предприятие по наработке Плутония. Потом, значит, вот там была крупная авария, и сейчас в результате там у них водоем с открытой, с очень высоко концентрированной радиоактивной водой. И в результате птицы стали радиоактивными. Сейчас у них вот паника, это, по-моему, то ли лисица радиоактивная у них там бегает. Понимаете, это никакой угрозы никого реально не представляет. Но поскольку это нарушение норм, то нужно как радиоактивная лисица бегать там. Ты от нее не умрешь, ты можешь ее кушать даже, ничего с тобой не будет. Но тем не менее там, да. Ну, так же, как в Японии, когда говорят, что вот, мол, у нас бардак при ликвидации Чернобыля, с чем я отчасти соглашусь, но отчасти нет, потому что все-таки в централизованной стране легче принимать большие решения. Все-таки работа была организована, поначалу была паника, но потом все было организовано очень, в самом деле, очень неплохо. Хотя и деньги на этом отмывали, все было, конечно, да. А вот в Японии, когда ты смотришь, что они делали, это какое-то просто безумие. Например, они, значит, они там отселили население порядка 20 тысяч человек, но им не разрешили взять домашний скот. Эти домашние животные, там десятки тысяч голов скота были брошены. Они мычали, они умирали от голода. Они умерли от голода. И это вот, я там не был, вот мой друг, вот Ратинян покойный, он там был, зрелище печальное, ты едешь буквально могильнику скота там. Японцы, значит, они не торопятся. Они обеспечили фронт исследований и лабораторий на многие десятилетия вперед. Не торопятся они никуда. Но при этом надо сказать, что в Японии еще характерно, что у них как-то очень, какая-то команда чем-то занимается, они представляют, чем занимается другая команда. Это не ваше дело. То есть у них вот эта связь горизонтальная фактически отсутствует. Потом, понимаете, вот они, значит, там сейчас насверлили некие скважины вдоль берега океана. Все это интересно, красиво выглядит, вот Рафаэль мне рассказывал. А зачем? У нас есть такое задание. То есть вот некого связующего плана у них нету, к сожалению. Теперь, значит, про саму, уже природу самой аварии. Значит, в 1986 году упомянутый Валерий Алексеевич Легасов выступал в Вене. На сессии Моготэ, в которой обвинил в том, что произошло, в основном персонал атомной станции, который действовал не по регламенту. С этим отчасти можно согласиться. Точнее говоря, вот, что можно сказать, что был задуман вот этот эксперимент, так называемый, как был задуман эксперимент по выбегу турбины. А именно, значит, вот у вас работает реактор, он нарабатывает пар, пар попадает на турбину, турбина вертится. Вот если все снять, сколько эта турбина еще сможет выдать электричество за счет инерции просто в ней запасенной, да, чтобы эта система вся работала. Понятно, да? То есть, вот, мы снимаем все источники внешнего электроснабжения, оставляем одну турбину, которая вырабатывает, медленно останавливается, ну, какое-то время вырабатывает еще электричество для поддержания всей этой системы. вот сколько времени в аварийной ситуации, пока не врубятся, так называемые, мотор-генераторы, эта система проработает на этом запасе инерции, запасенном в этой турбине. Значит, в 86-м году у нас в радиоинституте была некая команда, которая занималась контролем за ядерными испытаниями. Значит, это называлось СНЛК, за неконтролируемым ядерными испытаниями. По концентрации изотопов в воздухе, по соотношению изотопов, вы можете сказать, это атомная станция или ядерный взрыв. И вот они работали в Череповце, значит, на этом жительном заводе тамошнего комбината и обнаружили, что в облаке, пришедшем из Чернобыля, соотношение изотопов ксенона 137-го, оно соответствует ядерному взрыву. Правда, не массированному ядерному взрыву, скажем, когда при котором у вас взаимодействовал, ну, в реакцию цепную была вовлечена только малая часть самой зоны. К сожалению, эта информация была полностью засекречена, я вот ее случайно узнал в 1986-м году, не знаю, знал ли даже про нее Легасов и Велик. Думаю, что, наверное, знали. Но вот это была роковая тайна, что особенности этого реактора таковы, там есть некие причины его там конструкционные, из-за которого такое возможности. Сейчас это уже просчитано, да? То есть исходным событием стал микроядерный взрыв. Этот микроядерный взрыв привел к повышению температуры в локальной зоне реактора, ну, где-то до 3, наверное, тысяч градусов. Вот упоминавшийся Борис Бураков в продуктах, в горячих частицах, которые были выброшены в 30-метровые зоны и следы, и он нашел некие, значит, вот такие геологические такие компаунды, которые образуются только при температуре 3000 градусов. Значит, а далее вся эта система сработала, значит, в конкретном месте, значит, повышение громадной температуры, пар, и эта система сработала, как вот, как бы пушка в ней ядро вставлено, там, да, это выстрелило все вверх за счет запала, который там внутри был. И все это действительно было дело разбросано вокруг топлива, графитовая кладка, все эти разговоры о том, что там горел графит, была там пара циркония, это все ни на чем не основывается. Эти умственные модели, которые к реальности отношения не имеют. Да, сразу же после Чернобыля были предприняты все мыслимые и немыслимые шаги с тем, чтобы, ну, такие ситуации на действующих реакторах РБМК, чтобы их не было, их действительно быть не может. Максимально возможная сейчас авария, это уровень такой, 5 по шкале, и нас это, в общем, ничего такого страшного, серьезного нет. Но, тем не менее, если говорить про саму аварию, то с моей точки зрения, ну, и с точки зрения вот многих моих коллег, трагедия стала не авария, трагедия стали работать по ее ликвидации, потому что шаги были предприняты безграмотные, не специалистами, исходя из каких-то других соображений, потрачены невероятные деньги. Ни один из этих шагов не привел к какому-нибудь положительному, ни один из тех, что показано в сериале Чернобыль, в американском, нашем, ни один из шагов из тех, что были в этих фильмах, но и в реальности они к успеху не привели. Наоборот, вот, значит, была предпринята такая целая серия, на вертолеты загружали мешки с песком, с бетонитом, со свинцом, ими забрасывали якобы горящий реактор, никто же не знал, горит он, не горит там, как вы видели, эти мешки туда не попадали в центральный зал, но зато при этом пробивали крыши вокруг зданий находящихся, и еще и поднимали, все-таки было очень грязно, поднимали еще дополнительную радиацию воздуха. Второй шаг, вот этот самый спуск воды из бассейна Барбатера, тоже нелепое, строительство вот этого подземной охлаждаемой плиты ловушки, тоже нелепая вещь там, да, то есть если бы ничего не делали, ничего бы не произошло. Я помню, там такой был Олег Федорович Беловодский из нашего института, который разрабатывает ядерное оружие, он там командовал дозиметрической службой, но это с научной точки зрения дозиметрии. Ребята, произошел ядерный взрыв, всех выгнать отсюда, огородить и ждать, ничего делать не нужно больше, огородить и ждать, все уже, все плохое, что было, уже произошло. Ну вот, к сожалению, да. Это Лев Федорович Беловодский такой, начальник дозиметрической службы в НИИФ, Всероссийского института экспериментальной физики, доктор-профессор, мой друг покойный Александр Андреевич Римский-Корсаков, правнук Николая Андреевича Римского-Корсакова, физик, он там летал, потом генеральный директор нашего института, значит, он там в начале мая летал на вертолетах и отбирал пробы воздуха из горячего реактора, ну, с тем, чтобы по изотопному составу можно сказать, что там выбрасывается, ну, еще температуру можно оценить. И с ним летало два борта, он каждый день летал, а борта у него менялись. Один парень ничего, а другой вот нашел его в 88-м году, у него, значит, почему, у Алика ничего, и у этого ничего, у этого, значит, у него белокровие, распутыватель, железки. Вот. Ну, и тогда вот у нас была дружба с Америкой, мне удалось тут сорганизовать его поездку в Штаты, на операцию, в общем, мы вытащили мужика. Здесь уже не оперировали, вот как его отнести, понимаете, там, да? Потом, есть у меня мой друг, покойный, героический, Константин Павлович Чечеров, можете записать фамилию, вот это, фамилия легендарная, легендарный человек, который выползал этот аварийный блок буквально на брюхе весь, вот с 87-го года. Костя, значит, умер в 2012-м году, причем успели снять за неделю до его смерти интервью с ним предсмертное, но он же очень плохой там. У него был рак кишечника. К чему его отнести? Вот эта команда, которая с ним работала, там дозы у них, ну, просто немыслимые. В свое время, где-то в 2006-м году, тут англичане, значит, отобрали пробы крови, вот у Кости и там еще нескольких человек, человек 6, и в Англию везли там, и восстанавливали полученную дозу и по хромосомным аберрациям, и поймали зубов. Дозы такие, что полторы тысячи рентген, две тысячи, две с половиной тысячи рентген. Но это не разовый залповый залповый, человек бы помер сразу, пролонгированный, полученный там за какой-то период времени. Все они сейчас уже ушли. Ну, вот я вам показывал фильм там в центральном зале, нас там четверо, но вот я остался сейчас один. Мой любимый ученик, вот Боря Петров, он ушел от рака легких. К чему его отнести? То ли это возрастное явление, то ли это Чернобыль. Значит, есть на Ютьюбе такой мой друг, украинский журналист Александр Купный, у него канал «Кофе со вкусом Чернобыля». У него там очень интересные собственные фильмы, он работал, у него папа был начальником укрытия, а он там дозиметристом работал. Его съемки внутри. И вот смотришь, разные люди рассказывают, и картина, понимаете, у каждого своя правда. То есть действительность крайне противоречива. Когда будет вы же, наверное, знаете, что у вас есть два подхода, так сказать, в философии и в логике, да? Холизм, когда вы говорите, что система, сложная система, ее свойства не определяются свойствами, появляются некие дополнительные свойства. И система, когда вы говорите, что любое сложное явление можно свести к маленьким, к элементарным, да? Детерминизм такой. Это с грехов пошло. Сейчас вот это как раз это бывшее взастой, это холистическое направление о том, что свойства сложной системы не сводятся к свойству элементарных ее составляющих, оно все набирает все больше и больше сил. Я, например, полагаю, что вот Чернобыль, когда одновременно много всего происходило, да, оно, наверное, вот такой простой логической схемой вряд ли описывается. Как-то сразу всего-всего много. Но уж если говорить про историю, тут столько мнений и столько точек зрения и столько всего, понимаете? И отношения между людьми, которые были тогда другими совершенно, но про отношения между людьми, пожалуйста, тут вам историю. Председателем, постоянным представителем правительственной комиссии был такой Борис Закимович Щербина, зампредсобмин СССР по топливно-энергетическому комплексу. Он начинал, он и завершал это Чернобыль. Властный дядька такой. А мы жили все в сентябре в Иванково, там бывший сумасшедший дом, отремонтировали, назвали дурдомом, там жила правительственная комиссия, ну и мы там иногда ночевали. Вот я выхожу, значит, на крыльцо, и Борис Закимович, он меня знал хорошо, там пользовался моими консультациями. И Щербина стоит, я жду своей машины. Говорит, поехали со мной, по дороге поговорим. А у него членовоз, милицейское сопровождение, а в членовозе три ряда сидений. Значит, едем, въезжаем в зону, и там за детятками партизаны стоят у дороги, человек пять, наверное. Говорит, о, так сейчас возьмем. Ну-ка останови, значит. Отогнали обратно, открыл дверь, говорит, ну-ка садись ко мне туда, я к нему там подсел. И эти вот два ряда сидений набили этими солдатами. Говорит, нет, больше, там человек пять, человек десять, наверное, там. Что их зампредства Минной СССР везет? Им даже в голову не пришло, понимаете, там, да? И это было нормально. В наше время такое можно себе представить, да? Значит, лет за десять до Чернобыля атомные станции, детище нашего министерства, тогда это называлось среднего мощного строения, ну, Минатома, были переданы в ведение Росэнергоатома, энергетикам. А у энергетиков, у них другие приоритеты совершенно. Для них котел, так сказать, ну вот, некое устройство, куда можно забраться, да, у них было не атомных электростанций, но для всех они выросшие в недре Минэнерго, вот тот же Брюханов, директор атомной станции, для него реакторы, но он их не знал, там, да, это источник тепла, источник пара, там, да? А уж как они там работают? Да, наверное, нормально работают, да. И это было такое вот отношение все время. Я помню, ровно, наверное, за год, да нет, точно за год до аварии, у нас в ученом совете, такой был Иван Александрович Воровин, он директор, начальник научного отдела нашей Ленинградской атомной станции и профессор нашего технологического института. И где-то, да, это был конец апреля, должна была быть защита закрытая, докторская, значит, а его нету. Вдруг он появляется там, должен быть в 3, где-то пол 5, самолета. Оказывается, он был в составе какой-то межведомственной комиссии на 4-м блоке, там была крупная неприятность. Это за год до Чернобыля. И вот я как сейчас помню, Иван Александрович рассказывает по нашему, нашему замдиректору Сергею Коваленко кабинет, говорит, ребята, запомните мои слова. Эти лихие ребята взорвут этот блок. Они делают такое, что уму нет. Я, понимаете, я же физик, не специалист по реакторам, у меня немножко другая фундаментальная наука была до Чернобыля, да, вот это просто и стоит. Они, попомните мое слово, они его таки рванут. Они умудрились там, дело в том, что эти реакторы довольно хитрой конструкции, там очень большая активная зона, для того, чтобы выровнять нейтронный поток, им приходится все время переставлять вот эти топливосборки с места на место, да, чтобы выравнивать геометрию, чтобы топливо примерно одинаково как бы выгорало всюду там, да. Так они умудрились при этом перекосить этот нейтронный поток два раза. не мы там, 10% перекос уже, а он два раза ничего. Ядерный взрыв, значит, то, что я вам говорю, значит, это пока предмет дискуссии. Вот это то, что там было нечто, мы сейчас внесли, ну, я как эксперт агентства по атомной, мы в некие документы внесли, но пока это обсуждаемый вопрос, да. То, что он был, мы это видим экспериментально, да. А вот объяснение, почему это произошло, есть некие свойства этих реакторов, положительный паровой коэффициент реактивности. Ну, это вам ничего не говорит, да. Вот, есть возможность вот такого разгона. Это свойства именно вот таких реакторов, не водоводяных, а вот реакторов большой мощности канальных. Я ответ только, что этот Борис Евгеньевич Бураков прислал фильм, где они пытаются поджечь графит. Графит не горит, горит мелкодиспергированный уголь, а сам графит, это же решетка, он при высоких температуре начинает испаряться, он гореть не может. Так что разговоры о том, что горел графит, это Легасов, горел, я подъезжал к станции, это в его книжке, увидел, и я понял, это горит графит, это говорит академик-химик, который должен был бы знать, что графит гореть не может. Есть ядро урана, в него вылетает нейтрон, значит, это ядро начинает разваливаться на два куска, но каждый раз по-новому. То есть вот эти ядро осколки получаются широкий их набор, разные самые там, да, потом они сами радиоактивные, они тоже начинают распадаться. Значит, йод появляется вот как осколок деления в первые 10 дней, потом он распадается в другое там, да, то есть йод в первые дни, он опасен, действительно, радиоактивный йод, но он опасен именно первые дни, потом он распадается. Вот мы, кстати, в 86-м году, занимаясь вот исследованием выброса из реактора, в сентябре, да, это тоже смешная история, могу рассказать, такая бытовая, значит, была некая программа «Трос над развалом», мы там навесили над развалом четвертого блока трос, на него повесили тросоход, ну, и отбирали, там большая программа была, отбирали пробу воздуха оттуда, да, и вот, значит, в одной из проб мы видим йод, а йод только в работающем реакторе присутствует, но у нас очень чувствительная аппаратура, и мы просто обнаружили следы того, что было в мае, в апреле наработано, а тут у нас за счет чувствительности, хвосты мы эти обнаружили, ну, вот, значит, это все было у нас в лаборатории, я с моим учеником Борей Петровым, такой, Боря Огородников, Борис Иванович, страшную клятву, никому ничего не говорит, паника будет, ничего не говорить, с утра мы, значит, садимся в автобус, это правительственный, так называемый, и в автобусе уже паника, появился йод, реактор задышал, что-то, ребята, ну, мы этим занимаемся, никакого, там есть его чуть-чуть, нет, 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 все, 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 нужно отсюда делать ноги, реактор задышал, ну, вот, приезжаем в Чернобыль, значит, в Чернобыль, меня срочно в правительственную комиссию, вот, значит, поступил сигнал из Москвы, из Центрального комитета партии, реактор задышал, что за фигня такая, зампредсового МинССР, Геннадий Юрьевич Ведерников, с таким же басом, таким густым, и матерчинник совершенно отменный, вот, я тут ничего не знаю, тут, из ЦК звонит, разобраться, все, а потом выяснили, просто у нас там, это лаборатория, там как бы два помещения, в одном у нас измеряем, мы измеряем, а другое проходное, и видно, какое-то, выяснилось, что это военные устроили панику, парень, наверное, нам принес пробы, вечером уже поздно, вошел, услышал этот разговор, и развернулся, побежал докладывать начальству, а паника была, Москва поднялась, вот, так сказать, ну, ничего не поделаешь, вот это, так сказать, такой наш российский извод, значит, сколько, во-первых, сколько его осталось, никто, значит, то есть, есть разные группы исследователей, да, я могу поручиться за то количество, которое мы определили, значит, вот упомянутый здесь Костя Чечеров давал руку на отрубление, что там осталось от начальной загрузки реактора не более 40-50%, основное вылетело, официальная точка зрения, вот в монографии, классическая монография, моих друзей, Саши Борового, Евгения Павловича Велиха, опыт в Чернобыле, говорит, что, значит, там осталось 95%. В чем дело? Дело в том, что это еще и политический документ, это подгоняется под то, что говорил Легасов на сессии МАГАТЭ в 86-м году. Сейчас никто этими исследованиями заниматься не может, не будет, Украина на такие вещи не способна. Что сейчас сделано, значит, там все как было, так оно все и есть. Сейчас мировое сообщество скинулось и, значит, вот построило над существующим укрытием такую арку дополнительную, но она никаких вопросов не решает. Эта арка стоит, довольно красивое зрелище, внутри ничего так. Но вопросы не решают. Топливо как было, так оно внутри и осталось. Украинцы хотели бы, чтобы на этом месте была зеленая лужайка. Но для того, чтобы была зеленая лужайка, это надо разбирать. Ни технологии работы с топливом, ничего на этом в Украине нет. И науки соответствующей нет. Тем более, что, понимаете, это колоссальное же количество, колоссальные объемы. Это не просто там топливо в трубочках, в таблеточках, это топливо, растворенное в конструкционных материалах. Где-то его там 10%, где-то его там 5%. Это объемы, это кубометры, сотни кубометров этого расплава. Что с этим делать? Станции занимаются, почему там же сейчас город построили, Славутич, рядом с кубометром. То есть, понимаете, станции нельзя просто так бросить. Станции, это, в общем, грандиозное хранилище радиоактивных материалов. Это и сам реактор, и стенки, сами-сями-сями. А главное, там это топливо, которое было облучено, оно потихонечку остывает, как говорят, высвечивается. Но оно хранится в специальных хо-яд, хранилищах, отработавших в ядерно-оспециальных бассейнах, да, где оно постепенно остывает. А время остывания там десятки лет в самом деле. Так что нет, там была идея правильная, что не нужно это бросать, все. Остановили Чернобыльскую станцию под воздействием мирового, европейской общественности в основном. У них же потом на втором блоке еще взрыв получился в 91-м году. Они умудрились взорвать там, в турбинном зале взорвалось. Без радиации, но тоже неприятно. Был проект нашего ВНИПИ, это нашего главного проектного института Ленинградского, Петербургского. Они предлагали вот это укрытие, которое было срочно построено в 86-м году, просто заполнить пенобетоном, поглощающим нейтроны, ну и сделать вот такой монолит лет на 300, скажем, полностью безопасно. Разумно, разумно. Но на это не пошли. На это пошли, на то, что международный Чернобыльский проект, собрать громадные деньги, построить вот эту самую арку, дать всем заработать. Все страны, которые участвовали, конечно же, заработали, но уже понимаете, никто денег просто так не давал. Про выведение радиации из организма. У нас есть замечательный институт радиационной гигиены. Сейчас он во главе имени профессора Рамзаева, Павла Васильевича. Замечательный был ученый. Значит, вот Павел Васильевич задолго до Чернобыля, изучая воздействие радиации на организм, он и группа его сотрудников, там было шесть, они выпили 137-го цезия, значит, там, ну какие-то, ну немыслимые количества. Немыслимые. И потом смотрели, как все это распределяется по организму, где концентрируется, чего. И, в общем, через три месяца все благополучно из этого организма вывелось. Единственная опасность, которую реально представляет радиация, это для детей. Значит, это стронцы радиоактивные. Радиоактивные стронцы, он аналог бария, он окладывается в костях. А все остальное, оно выводится, что же поделаешь. Да, еще есть мнение, что вот эти горячие частицы, это во мне обнаружено. Горячие частицы, которые содержат плутонии, вот они в воздухе висели, в легкие попадают. Ну да, какие-то следы плутонии во мне есть там. В фильме Чернобыль там же все пьют в колоссальных количествах. А в реальности дело было так. Значит, они ввели с самого начала мая сухой закон. Полностью. А вот дальше есть рассказ Римского-Корсакова, правнука Николая Андреевича Римского-Корсакова, не без юмора описывает. Значит, вместо Евгения Павловича Велихова, там такой Пологих приехал из Москвы, из Курчатовского института. Тут пожилой дядька, а он председатель общества трезвости Курчатовского института. И он в правительственной комиссии Велихова замещал. Она говорит, заседание комиссии идет, встает этот, а тогда, значит, был уже не Чербин, а кто-то там другой. Говорит, вот, говорит, тут есть мнение у товарища ученых, что в небольших количествах коньяк и сухое вино очень даже помогают в введении. Да, говорит, да, 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 это здорово. Там все генералы завопили там. Да, ну, конечно, давайте приготовим. Ну, мы же понимаем, мы же уверенно. И тут стоит Пологих. Говорит, я председатель общества трезвости Курчатовского института. Если вы тут такое решите, а там открыты двери кабинета Горбачева, телефон Горбачева. Вот там телефоны стоят. И, в общем, формально так это и был сухой закон. Хотя, конечно, честно говоря, уж потихонечку мы употребляли все время там спирток, но так, чтобы не положение ресурсов, стресс, стресс, чтобы снять. Да, конечно, 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 сейчас, значит, была бы грандиозная программа по улучшению безопасности реактора нового поколения с внутренней безопасностью, как говорят там. Да, то есть, они организованы так, чтобы, значит, даже если там, вот, ну, например, сейчас в Беларуси запустили новые блоки, то у вас каждый реактор, грубо говоря, стоит такой чернильницы непроливайки из тугоплавных материалов, да, то есть, она тугоплавная, а внутри там легко плавки, то есть, даже если что-то произошло, все сыпется вниз, а там за счет вот этих плавлений тепло снимается, да. Сейчас же, понимаете, по всему миру, сейчас вроде признают уже теперь атомную энергию зеленой энергией, и сейчас у американцев, у англичан опыт создания небольших сравнительно возимых на автомобилях атомных станций, ну, не на легковых, естественно, там, да, но они, вот эта система с внутренней безобладной, она в принципе не может с ней ничего не произойти, там, да, так уж придумано, да, вот небольшой мощности, там, скажем, такая станция, у вас там в поселке не хватает электричества, подогнали там, да, понимаете, все же упирается, в общем, в экономику, в чем проблема, дело в том, что, значит, когда вас начинает считать экономику этого топливного цикла, то есть, добыть уран, там, да, потом его обогатить, сделать из него эти таблеточки или там как-то что-то такое, там, да, потом он поработал, а потом надо с этим что-то делать, он поработал, там 20 лет постоял, отработавшее топливо, что с ним делать? У американцев решение было простое, они просто это отработавшее топливо, бетонный конструй, в Мировой океан. У них открыт топливный цикл. У нас была идея, что вот это топливо нужно перерабатывать. Сейчас постепенно строится этот завод РТ-2 в Красноярске. Потому что накопилось этих топлива от ВВР-овских реакторов и РВМКшных. Колоссальное количество. Сейчас перерабатывается только топливо от атомных подводных лодок в Челябинске. Потому что оно очень дорогое. Оно высокообогащенное. Там в нем очень много урана. Это дорогая вещь. Вот их перерабатывают. А все остальное это копится. пока. Вот в бассейнах выдержки. Ждет своего часа. Проблема с тем, как поступать с той частью, которую не оприходуют. Где ее захоранивают. В геологических формациях. Каких там? В массивах каменной соли. Была идея в космос выбрасывать. Ну, вы понимаете, это тоже еще та идея. То есть есть проблема отходов. Она в экономике топливного цикла, она очень важна. Что делать с тем, что осталось? Нет, нет, нет. Это нет, нет. Повторная, значит, вот для повторного... Значит, смотрите, значит, у вас вот топливо работает, да? В нем есть работающая часть урана 35-й. У вас есть природный уран. Значит, в основном это 90 с чем-то там, 97 процентов. Это уран 238. В нем маленькая часть урана 235-й. Вот именно 235-й пока используется для работки электроэнергии. Хотя 38-й тоже вещь хорошая. Но он мешает, в самом деле, да? Как поступают? Берут вот этот природный уран, на обогатительных фабриках его сепарируют, увеличивают концентрацию пятого урана там до 3-5% по массе, да? Потом это все дело выжигается в атомной станции. Вот остаются эти блочки. В них, значит, уран пятый, уран восьмой и продукты деления. Вот эти осколки деления, про которые я говорил, там самые разные. Значит, вам нужно что? Эти осколки куда-то сбросить, как-то их утилизировать, растворить всю эту штуку. Химия довольно сложная. И кроме того, там накапливается помимо уранов еще и изотопы плутония. Для бомбы тот плутоний, который на атомных станциях нарабатывается, он никак не годится, но с ним тоже надо что-то делать. Вот возникла идея реакторов вот этих, так, бридеров-размножителей на быстрых нейтронах. Реакторы на быстрых нейтронах, они позволяют использовать его 38-ю урантуру. Ну, пока вот есть опытные образцы, но пока это... На обычных станциях у вас есть хранилище отработавшего топлива, которые там высвечиваются до уровня, чтобы его потом можно было перемещать там по железной дороге, куда-то складировать там, да. Все, да. Спасибо. Ради Бога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова